Здравствуйте, дорогие сельские труженики! С вами еженедельный обзор аграрных новостей. Штрафы за вгиз зерно, обвал цен на мировом рынке пшеницы, отмена пошлины на лен и возвращение к навозным наказаниям. Все это сегодня в нашем выпуске. Если в течение дня у вас оставалось несколько минут на международное известие, вы наверняка знаете, что в этом году Европа пережила сильнейшую за последние 500 лет засуху. Однако фактор неблагоприятной погоды сказывается скорее на урожае кукурузы, чем на пшенице. По крайней мере, Минсельхоз США в своем обновленном прогнозе сообщил, что ЕС и Украина, а с ними Аргентина, Индия и Марокко не доберут в общей сложности 40 миллионов тонн пшеницы. Однако этот объем компенсирует Россия, Канада и США. С кукурузой все сложнее. Евросоюз рискует потерять шестую часть урожая, а мировое производство может сократиться примерно на 3%. Все это предпосылки для роста цен, но они пока не растут. Несмотря на волну засух, мировые биржи на прошлой неделе очень оптимистично отреагировали на переговоры, связанные с украинским зерном. Из портов Черного моря со стороны Украины с начала августа отправлено за рубеж более 700 тысяч тонн сельхозпродукции. И цены на биржах снова ползут вниз. Мукомольная пшеница в Европе подешевила до 315 евро. Это самый низкий уровень с февраля. Ячмень стоит 288 евро, кукуруза – 310 евро за тонну. Российский ФОП опустился до 330 долларов за тонну пшеницы с протеином 12,5%. Несколько аналитиков заявили, что падение цен связано не только с открытием торгового коридора, но и с тем, что Украина димпингует на рынке. По словам главы Савыкона Андрея Сизова, украинская пшеница с протеином 11,5% сегодня в одесских терминалах стоит в районе 260-265 долларов за тонну. Зарубежные эксперты полагают, что рынок мировой сейчас проходит сезонное дно, и уже скоро мы увидим его разворот. Причем, возможно, очень быстрый. Сейчас на арене появилась такая темная лошадка под названием Китайская Народная Республика. Со всеми новостями о пересохшем рейне мы не заметили, что лето 2022 года в Китае тоже было очень жарким. Самым жарким за последние 60 лет. На выходных Минсельхоз КНР заявил о весьма серьезной угрозе для урожая зерновых. Более конкретной информации мы не нашли, кроме той, что в южных провинциях пострадало 800 тысяч гектаров сельхозугодий. В общем, если Китай начнет пылесосить рынок, как это было в начале 2021 года с кукурузой, волна подъема будет неизбежной. Ну а внутренний рынок России пока выглядит печально. Вы видите на экранах индексы закупочных цен экспортеров на базисе СПТ, на глубокой и мелкой воде. А вот такие цены на пшеницу разных классов приводит портал Поле РФ. Со стороны аналитиков слышны такие объяснения. На рынок давит новый урожай, запасы зерна растут, экспорт слабый. И в августе мы вывезем примерно 3,5 миллиона тонн зерна, тогда как надо экспортировать не менее 5 миллионов. Ну к тому же пошлина на пшеницу с 24 августа составит почти 4800 рублей за тонну. По словам гендиректора Икар Дмитрия Рылько, в ближайшие месяц-два ожидается низкий спрос на российскую пшеницу, потому что в марте-июне он в значительной мере был покрыт контрактами из других стран. Да, пока все выглядит очень безрадостно, но не стоит забывать, что сейчас только конец лета и взлеты, цен непримерно должны быть. Минувшая неделя отличилась концентрацией штрафных новостей. Предлагаем вам послушать, кого и за что государство собирается наказывать в ближайшее время. Первое. Остается неделя до официального старта в ГИС «Зерно». С 1 сентября работа в ней станет обязательной. И поскольку никто на прошлой неделе не испугался, что Минсельхоз России лишит незарегистрированные хозяйства господдержки, то появилась новая мера устрашения. Теперь ведомство заявляет, что хозяйства, которые не вносят сведения в систему или вносят недостоверные сведения, будут оштрафованы. Как выяснил Интерфакс, Минсельхоз разрабатывает меры административной ответственности нарушителей. Правда, вот суммы штрафов пока не озвучивались. Второе. Штрафы грозят тем, кто выращивает семена. Два депутата Госдумы, вице-спикер Алексей Гордеев и глава Аграрного комитета Владимир Кашин решили дисциплинировать семеноводов. А именно, внести поправки в действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. В Кодексе уже предусмотрены штрафы за нарушения при производстве, хранении и транспортировке семян, а также за указание недостоверных сведений в документах. Депутаты же предлагают увеличить штрафы в 10-50 раз, поскольку суммы, которые сейчас значатся в Коапе, несоразмерны степени общественной опасности, поясняется в записке к законопроекту. Третье. Все те же действующие лица Кашина Гордеев внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за неправильное обращение с навозом. Как вы помните, недавно навоз перестал считаться опасным отходом и стал просто побочным продуктом жизнедеятельности. Тогда все животноводы облегченно вздохнули, решив, что вот теперь природоохранная прокуратура больше не будет их штрафовать. Но не тут-то было. Депутаты усмотрели этот пробел законодательства и предлагают установить штрафы теперь уже за неправильное обращение с продуктами животноводства. Предприниматели без образования юрлица могут быть оштрафованы на 50-60 тысяч рублей, юрлица на 250-350 тысяч рублей. Причем за штрафом может последовать еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток. Поскольку невозможно запретить животным опорожнять кишечник, это фактически означает ликвидацию фермы. Запрет на вывоз подсолнечника будет снят с 1 сентября 2022 года. Однако Минсельхоз не аннулировал пошлину. Ее ставка по-прежнему составляет 50%, но не менее 320 долларов за тонну. В лексиконе наших экспертов появилось новое понятие – недопереработка. По словам гендиректора Прозерно Владимира Петриченко, переходящие остатки подсолнечника оцениваются на уровне 1,5 миллиона тонн. Глава ИКАР Дмитрий Рылько предупреждает, что нужно быть готовым к тому, что на внутреннем рынке может сложиться серьезная ситуация с переизбытком сырья. Впрочем, в следующем году эта проблема, как подметили наши комментаторы в телеграм-канале, может решиться сама собой. Как вы помните, Минсельхоз намерен квотировать импорт зарубежных семян. Объемы квот еще неизвестны, но местные чиновники уже радуются предстоящему импортозамещению. На днях замминистра сельского хозяйства Кубани Михаил Тимофеев потряс всех с заявлением, что к 2024 году край будет сеять только отечественными семенами. Это правильно. Будет закрыт ввоз иностранной селекции. Некуда деваться будет нашим аграриям. Пусть берут наши семена и сеют, заявил Михаил Тимофеев журналистом. Ну а теперь мы плавно переходим к хорошим или хотя бы нейтральным новостям. Минсельхоз России не будет в сентябре продлевать пошлину на экспорт масличного льна. Ее вводили с 1 мая по 31 августа 2022 года. И мы очень надеемся, что эта новость оживит рынок и поднимет цены. Тем более, что урожай льна, по отзывам хозяйств на юге России, оказался в этом году не слишком высоким. Еще одна крайне любопытная новость. Правительство России планирует выделить почти 36 миллиардов рублей для компенсации аграриям затрат по кредитам, которые выросли в связи с повышением ключевой ставки Центробанка в марте до 20%. Проект постановления Кабмина есть в распоряжении ТАСС. Мы его, к сожалению, не видели, поэтому не можем сказать, о каких конкретно кредитах идет речь. Судя по сообщению ТАСС, субсидироваться будут в том числе и коммерческие инвестиционные кредиты. Сумма субсидий составит 100% от действующей ключевой ставки. Мы следим за этим вопросом и надеемся, что в следующих выпусках сможем рассказать вам о правилах субсидирования. Еще одна забавная новость. Минцельхоз России попросил правительство удвоить финансирование господдержки по зерновому демпферу. Как вы помните, в прошлом году некоторые, скажем так, очень редкие хозяйства получили субсидию на производство тонны зерна. Из денег, которые изъявили плавающая пошлина, государство выделило 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Такая же сумма была запланирована и на 2022 год. Но Минцельхоз считает, что этого недостаточно, и сумму нужно удвоить в связи с ростом издержек сельхозпроизводителей. С нетерпением ждем, когда начнется очередное распределение субсидий. Еще одна новость с Гордеевым и Кашиным в главной роли, на этот раз приятная. Депутаты предлагают Госдуме продлить нулевой НДС при продаже и импорте племенного скота до 31 декабря 2025 года. Льгота должна была закончиться в текущем году, но авторы законопроекта считают, что продление поможет компаниям высвободить средства на развитие племенных хозяйств, а также создать конкурентоспособную базу. Депутаты отмечают, что ежегодно в России продается 95-100 тысяч голов племенного молодняка КРС собственной репродукции и 37-50 тысяч голов завозится из-за рубежа. По словам депутатов, показатели производительности коров импортных пород значительно выше по сравнению с отечественными. Они также указывают, что если предприятия сократят закупки качественного генетического материала, то в ближайшие 3-4 года нас ждет радикальное снижение объемов производства сырого молока. Льготы по налогообложению получит не только племенной скот, но и культура в сельской местности. Правительство России сообщило, что муниципальные клубы, муниципальные дома и дворцы культуры больше могут не платить налог на прибыль. Ставка будет равна нулю. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в России 37 тысяч сельских культурных учреждений и для местных жителей это не просто место отдыха, но и важная часть социальной инфраструктуры. И это не единственный подарок от премьера. Михаил Владимирович сообщил, что программа «Сельская ипотека» станет бессрочной. Теперь жители села смогут оформить кредиты по ставке не выше 3% годовых, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы, отметил Михаил Мишустин. Ну а на чем зарабатывать, имея дом в селе, вы узнаете из следующей новости. Нас часто ругают за пессимизм в новостях. Друзья, не принимайте близко к сердцу, пусть наши сообщения будут просто предупреждением для вас. Мы предупреждали о больших запасах подсолнечника, рекордном урожае зерна не для того, чтобы вас расстроить, а для того, чтобы вы были готовы и могли вовремя принимать важные решения. Слушая наши выпуски, берите пример с главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Этот человек во всем видит позитив. На днях в интервью РБК он сказал, что санкции во благо российскому ОБК, потому что в Европе энергетический кризис, цены на газ превысили 3000 долларов за 1000 кубометров и местная овощная продукция становится там неконкурентно способна. А у нас овощеводство развивается и скоро мы свои овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Так что в следующем году день Багаевского огурца будем отмечать в Париже, если, конечно, нас туда пустят. Это была последняя новость на сегодня. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, ставьте теплицы, заводите кур и баранов и пусть все у вас будет хорошо. До новых встреч!